Всем привет! Сегодня хочу рассказать про очень интересный нож, с моей точки зрения. Нож от компании Rike. Модель называется P105. У меня модель P105 с индексом Q. Есть еще модель P105 с индексом K. Отличаются они цветом. Мой Q, он более темно-синий. K, он более голубой. Когда я смотрел их вживую, мне больше понравился более темный. И, в общем-то, поэтому я его себе и взял. Хотя и тот, и тот нож выглядит достаточно нарядно. Компания Rike, китайская компания, дочерняя компания компании Fenix. Известные своими отличными фонарями. Те же самые ребята решили, что фонарями не стоит ограничиваться, видимо. И взялись за ножи. Скорее всего, это не их, конечно, собственные заводы. Они где-то размещают заказы. Но, тем не менее, нож этот меня смог удивить своим качеством. Качеством изготовления и качеством подобранных материалов. Нож-флипер. И, ребят, флипует он просто замечательно. Я вообще кистью не подыгрываю. И пальцем делаю достаточно такое среднее по резкости движение. Нож открывается практически, ну, с моей точки зрения, безупречно. У ножа чёткий, приятный флип в сочетании с полным отсутствием каких бы то ни было люфтов. Смотрите. Вот со всей силы напрягаю. Знаете, ни на долю миллиметра. Ну, естественно, вертикального никакого люфта тоже нет. Полное отсутствие люфтов на клинке и такой чёткий флип говорят о том, на каком высоком уровне технологичном нож спроектирован и выполнен. На оси стоят подшипники. Фиксируется нож лайнер-локом. Материал-клиночка Sandvik 14C28N G10 на рукоятке достаточно шершавая. Очень классный, на мой взгляд, хват. У меня кисть по размеру достаточно средняя, некрупная. И нож сидит просто отлично. Как в голой руке, так и в перчатке. Очень классно фиксируется. Отличный упор с насечками. Там, где нужно, он находится. На насечке очень уверенно ложится палец. Упирается. Достаточно интересная форма клипса. С таким элементом, наполовину декоративным таким конусом. Он же обеспечивает защиту ткани от протирания. И некий украшательный эффект такой несет. Клипса не переставляется. То есть, она только здесь может быть. Здесь отверстий под нее нет. Отверстие под темляк предусмотрено. Пластиковый спейсер. Видно, что лайнеры пропилены для облегчения конструкции. Нож в руке не ощущается ни легким, ни тяжелым. Скажем так, достаточно гармонично лежит. Я взвешивал 149 грамм. У меня получилось. Это немного тяжелее, чем я привык. Я постоянно пользуюсь вот этим кершем. Турбуленсом. И он весит 120 грамм. Но, надо сказать, 30 грамм разницы. В принципе, в руке чувствуется. И если их сравнивать, то этот нож явно легче. Но по факту, если их не сравнивать, то достаточно. Он приятно в руке ощущается. И ни тяжелым, ни легким не чувствуется. То есть, сидит в руке, ну, для меня практически идеально. Хочу еще вернуться к флипу. У керша, у этого, у него ассист. Флипует он очень резко. Здесь такой резкости нет. Но за счет того, что ассист не мешает чувствовать саму по себе динамику, вот этого открытия клиночка. Можно сказать, что флиповать вот этим ножом, райком, мне даже приятнее, чем кершем, моим ассистом. То есть, он как бы такой полуавтоматический получается. А здесь такое, ну, ручное управление. Клиночек имеет форму листа. Спуски от обуха. Длина клинка 92 миллиметра. Толщина в обухе 3,5 миллиметра. Сведение могло бы быть и тоньше здесь. Но, наверное, даже хорошо, что они не сделали минимально возможное сведение. Мне бритвенный рез, в принципе, на рабочем ноже особо и не нужен. Режет он классно, этот нож. Мог бы резать лучше, наверное, да? На мой взгляд, соблюден некий компромисс между практичностью, сохранением заточки и вообще сохранением режущей кромки и режущими какими-то характеристиками. То есть, ну, в бытовом каком-то применении, в моем, в том числе, походном, нарезать продукты, почистить рыбу, распотрошить дичь какую-то небольшую. Очень даже неплохой вариант. В руке сидит значительно удобнее, чем тот же Turbulence. Хотя, ну, я бы считал, что по геометрии эти ножи очень похожи. И задачи у них, скорее всего, одинаковые подразумевались проектировщиками. На клиночке вот такая вот обработка. Чем-то напоминает, может быть, сатин. Сверху на клиночке фальш-лезвие. Я думаю, что никакой функциональной нагрузки не несет, только декоративная. Такие вот маркировочки на клинке. Сталь. Логотип. Какой-то код. Такой осевичок. Повторяю, что я не разбирал. Вот такая текстурка UG10. Очень охватистая, цепкая такая. С моей точки зрения, один из самых оптимальных на рынке ножей. По соотношению цена-качество на сегодняшний момент. Очень высокотехнологичное изделие. Очень качественное. С умом подобран как функционал, так и материалы. Здорово собран. Думаю, что надолго у меня этот нож задержится. Очень он мне лег на душу хорошо. Люблю клинки такой формы. В киршике моем мне иногда не хватало длины лезвия. Здесь лезвие чуть-чуть подлиннее. И в то же время нож, он как бы не является каким-то крупным. Его не напрягает брать с собой. Пишите в комментариях, что вы думаете. Действительно ли такая удачная модель, как мне показалось. Райк П-105 на текущий момент мой фаворит. На все мероприятия мои я хожу с этим ножом. И он меня радует. Может быть дизайн, конечно, рукояти и спорный. С этими вот разводами синими. Сложно сказать. Но я как-то уже привык. И мне скорее он нравится, нежели вызывает сомнения. Смотрите, пяточка, как ложится. Клиночек идеально по центру. Ничего не касается при закрывании. Вот такой вот замечательный нож. Пишите в комментариях, разделяете ли вы мои восторги. Не забывайте, что количество лайков и количество подписчиков это та мотивация, которая позволяет мне находить все силы, время и снимать новые интересные видео, как-то развиваться. Поэтому подписывайтесь, обязательно ставьте лайки, обязательно пишите комментарии, обменивайтесь со мной своим мнением. Я люблю на комментарии отвечать. Спасибо за просмотр. Пока!